здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана а сегодняшнее видео мы с вами как обычно будем делать таро гороскоп на неделю и мы с вами будем смотреть со 2 по 8 ноября на каждый знак зодиака перед началом гадания я хочу выразить благодарность всем своим подписчикам всем своим гостям кто заходит на мою страничку на мой канал мне очень приятно что вам нравятся мои рубрики что вы комментируете что вы ставите лайки и также хочу отдельно выразить благодарность тем кто помогает развитие канала но сейчас мы с вами приступаем к очередному гаданию на неделю гороскоп для каждого знака зодиака и первый знак который мы с вами смотрим это овны овна у вас хорошая карта вышла достаточно сильная карта первую очередь карта показывает что вы будете сами по себе сильны и уверены и направлены настроены на то чтобы что-то менять своей жизни что-то решать на неделе то есть у вас в первую очередь на неделе высшие силы вам будут давать определенный стимул настрой уверенность и вы будете четко знать к чему вы идете к чему вы стремитесь и что у вас будет получаться у вас есть цель и у вас есть желание у вас есть настрой вам только останется поверить себя и просто двигаться дальше потому что у вас есть определенное скажем так и желание неделя для вас принципе обещает быть удачной позитивный причем вы знаете к чему вы идете вы знаете что вы можете сделать и что вы будете делать потому что здесь карта показывает что неделя вас будет радовать У вас рядом будут люди окружать, которые будут вам что-то советовать, помогать, настраивать, давать определённый стимул, давать определённую помощь. И вам от этого будет намного идти легче, что вы сможете решить, скажем так, все свои вопросы. То есть вы будете чувствовать, что вот оно, пришло моё время, что пора реализовывать и исполнять свои желания. То есть пришло ваше время, пришёл ваш час, как говорится. Так, ну давайте посмотрим, корректировочку сделаем сейчас. Вы добьётесь полноценно, то есть то, что вы задумали на неделе, вы добьётесь хороших результатов. Единственное что, старайтесь не спешить, делайте всё медленно, размеренно, и вы тогда решите абсолютно все свои вопросы. Вот у вас идёт так. Так, хорошо, это были овны. Теперь мы смотрим Телец. Тельцы, у вас вообще идёт позитивная неделя, очень положительная, очень плодотворная. Во-первых, у вас есть чёткие позиции того, что вы знаете, что вы хотите, что вы будете делать на неделе. Вы на неделе полностью сможете завершить все свои какие-то процессы, какие-то проекты, какие-то дела. То есть если раньше что-то не получалось, не было возможности, не было желания даже элементарного, то сейчас как раз у вас получается. Первое, вы почувствуете в себе уверенность, вы почувствуете в себе силы, вы почувствуете желание, что да, вы способны изменить, улучшить и решить свои вопросы. Плюс у вас будут рядом люди, которые будут вам помогать, направлять, давать вам определённый стимул, давать определённый настрой. Вы очень удачно завершите какие-то проекты. Может быть, это связано с работой. Вы подпишите договор, как говорится, подпишите контракт. Может быть, кто-то наконец помирится с родственниками, с родными, в отношениях. То есть вы будете, вот знаете, всю неделю у вас идёт позиция, что вы будете на позитиве, вы будете радоваться, вы будете смеяться. И каждый ваш шаг будет вам давать определённую радость, настрой и уверенность в том, что вы делаете. Так, ну давайте корректировочку сделаем, сейчас посмотрим. Действуйте. Вот у вас, понимаете, единственное что, не меняйте своих планов. То есть если вы наметили, решили, сосредоточили своё внимание, действуйте и не меняйте своих планов. Потому что если вы в процессе недели будете менять своё мнение, менять свои решения, менять свои планы, цели, тогда вы не сможете достичь вот то, что у вас уже, знаете, как предначертано. То есть то, к чему вы можете прийти. Если вы поменяете там стиль своего поведения, схему своих действий, тогда вы не сможете до конца решить то, что вы задумали. Если вы будете чётко следовать своим позициям, тогда у вас всё решится, тогда у вас всё получится. Так, хорошо, это были тельцы. Теперь мы смотрим близнецы. Близнецы. Ну смотрите, что у вас получается. Вообще, как бы, карта показывает, что не всё так плохо, как и кажется. Может быть, у вас такое уже внутреннее состояние, уже такое, что нету радости в жизни, ничего не хочется, ничего не происходит, зачем мне вообще что-то нужно, зачем я вообще что-то предпринимала, либо что-то делала. И у вас немножко такое будет состояние, когда в вашей жизни абсолютно ничего не движется. Но на самом деле это не так. То есть, возможно, просто у вас накопилась внутренняя усталость, у вас накопились именно вот иссякли все ресурсы, что вы уже ничего не хотите, что вам просто хочется немножко отдохнуть. Но вот здесь неделя как раз вам это и позволит. Понимаете? То есть, идёт позиция, что вам нужно вот взять передышку в каких-то вопросах. То есть, если вы чувствуете, что у вас нету продвижения, что оно никак не получается, что-то не движется в вашей жизни, возьмите паузу, возьмите передышку для того, чтобы можно было немножко иначе пересмотреть на какие-то свои позиции, на какие-то свои возможности, на свои дела. В спокойном состоянии, когда вы возьмёте себе паузу, вы поймёте, что вы, в принципе, делали всё правильно, что у вас идут, скажем так, верные направления, верные решения, что вам, может быть, осталась какая-то малость для того, чтобы уже достичь полноценного результата в каких-то вопросах. То есть, это может быть и работа, отношения, либо какие-то личные интересы. Вы просто, может быть, устали ждать. Вы чувствуете, что вы уже на грани в каких-то вопросах. Но осталось немножко дождаться, и вы увидите. Именно свои результаты вы сможете их увидеть и получить, взять в свои руки. Хорошо, давайте корректировочку сделаем. Сейчас посмотрим. Ну, посмотрите, вам нужен немножко, знаете, как вот просто поверить в себя. Вам просто нужно поверить в себя. Вам нужен просто вот этот вот стимул, желание. Вы потеряли интерес. Потеряли интерес ко всему абсолютно. То есть, если вы и делаете, то делайте всё как по привычке, как положено, как должно быть. Позвольте себе маленькие радости на неделю, для того, чтобы уже увидеть всё-таки свои труды, свои результаты. И вы это увидите. То есть, просто немножко под другим углом. И у вас тогда всё удачно будет. Это у нас с вами были близнецы. Так, теперь мы с вами смотрим раки. Раков, немножко придётся попереживать. Здесь у вас идёт какая позиция? Вы, в первую очередь, идёт такой момент, что вы эмоционально устали. Может быть, устали от каких-то проблем, от каких-то переживаний. Вам хочется покоя. Вам хочется спокойствия в своей жизни. А из-за того, что не всё удачно складывается, как вы предполагаете, как вы хотите, и немножко будут такие волнительные моменты, которые вам придётся пройти на неделе. Вы всё равно будете внутренне чувствовать, что, несмотря на то, что некоторые ситуации будут на грани, скажем так, но вы всё равно, если возьмёте себя в руки, вы сможете понять, определить именно, как вам двигаться дальше в каких-то целях. Вы сможете определить для себя, непосредственно открыть уже новые возможности в своей жизни, решить вопросы, изменить ситуацию. В первую очередь, вам нужно понять, что не стоит настолько закрываться, переживать, если что-то не всё удачно складывается. Потому что бывают такие моменты, что могут быть волнительными, что не всё удачно складывается. Но если вы соберётесь с силами, соберётесь с мыслями и начнёте в спокойном состоянии решать свои вопросы, вы увидите, что ваши вопросы решаются легко, быстро, непринуждённо. Что вы вполне вправе решать те проблемы, которые у вас накопились. Просто понимаете, у вас идёт такой момент, что на неделе будет столько, будто всё сразу навалилось, и как с этим разбираться, как с этим бороться. Но если вы в спокойном состоянии посмотрите на свои проблемы, на своё окружение, на то, что происходит, вы увидите, что постепенно, шаг за шагом, вы можете на неделе решить все вопросы. Не стоит сильно закрываться, не стоит пытаться решить всё и сразу, потому что, особенно когда всё навалится, а поэтапно, постепенно, и тогда вы всё решите. Давайте вам корректировочку сделаем. Сейчас посмотрим. Посмотрите. У вас идёт хорошая карта, которая показывает, что вы увидите радости на неделе, что вам потом откроются возможности, и вы поймёте, что не всё так плохо, как кажется на первый взгляд, что у вас всё реально, всё возможно. Вам нужно просто поверить в себя и двигаться дальше. А у вас так. Так, теперь мы смотрим лев. Льва в хорошей неделе. Плодотворная, очень такая активная, важная. В первую очередь, вы, наконец, сможете в своей жизни на неделе решить какие-то свои этапы своей жизни. Кто-то однозначно встретит человека, который вам поможет в ваших вопросах, в ваших делах. Вы стремитесь максимально улучшить, изменить какие-то свои позиции по работе, личные интересы. У вас будет очень хорошая поддержка в течение недели. Рядом с вами будут люди. И даже если вам будет казаться, что вот-вот-вот что-то на грани рушится, то в самый последний момент вам приходит помощь. Это может быть неожиданно помощь, совершенно с другой стороны, не с той, с которой вы будете ждать. Но эта помощь будет вас настраивать, направлять, помогать. Вы на неделе не будете одни, там наедине со своими проблемами. Вы всегда будете в центре внимания, вы всегда будете в центре событий. Но вас это будет очень хорошо вдохновлять, позволять вам максимально сосредоточиться на каких-то своих возможностях, на проблемах. То есть вы уже будете смотреть вперёд и видеть, к чему вы идёте, что у вас получается, и всё очень даже хорошо. Плюс вы сможете всё-таки благодаря и поддержке свыше, благодаря тому, что рядом с вами будут надёжные люди, сможете обойти какие-то неприятности, какие-то подводные камни, ситуации. Вы сможете это всё обойти, благодаря тому, что рядом с вами будут люди. Так, ну давайте вам корректировочку сделаем. Сейчас посмотрим. Ну вот смотрите, радуйтесь. У вас очень позитивная неделя, у вас очень хорошая неделя. Неделя, которая приносит вам удовольствие, радость, счастье, хорошее настроение, хороший настрой. И люди, с которыми вы, может быть, враждовали, с которыми ссорились, ругались, они, наконец, дадут вам повод для радости. Вы, наконец, помиритесь, решите свои вопросы, договоритесь, встретитесь. У вас очень такая позитивная, хорошая неделя, которая позволит вам всегда на неделе быть на подъёме и в хорошем настроении. Ну вот у вас идёт так. Так, хорошо, это были львы. Теперь мы смотрим Дева. Дева, немножко напряжённая неделя, но это не значит, что она будет у вас плохая. В первую очередь у вас немножко на неделе будет идти всё не так, как вы задумали, как вы запланировали. И не обязательно что-то разрушится в вашей жизни, потому что здесь, ну, может быть, смотря на карту, вы уже думаете, что ну всё, всё пойдёт прахом, всё пойдёт. Нет, не обязательно. Возможно, что вы сами по себе захотите и резко поменяете свои планы, резко поменяете свои цели. Не обязательно, что вот у вас будут складываться обстоятельства. Может, вам что-то не понравится, не захочется. Ну, может быть, вы пошли на работу устраиваться, а потом поймёте, что мне эта работа не нужна, что, может быть, я на другую пойду. То есть вы сами будете менять свои события на неделе. И для кого-то это будет неожиданно, для вас это может быть рискованно, но вы не побоитесь рисковать. Вы захотите вот именно приключений на неделе, вы захотите вот этого авантюризма, авантюризма, вы захотите именно вот того состояния азарта, то есть изменения своих планов. Может быть, вы и будете прекрасно понимать, что лучше сейчас резко что-то поменять, перестроить какие-то свои позиции, чтобы потом уже спокойно заниматься своими делами, спокойно заниматься своими возможностями. Кому-то может не понравиться именно ваше поведение, либо изменение ваших действий. Кому-то это может не понравиться, но вам будет всё равно, потому что вы можете целеустремлённо менять свои события. Но если у вас получается, что всё-таки не из-за вас, а внешнего фактора будут события меняться и против вашей воли, вы очень легко сможете подстроиться. То есть вы всё равно будете на чеку, вы будете на готове, вы будете сосредоточены, и вы внутренне будете понимать и очень быстро перестроите ситуацию под себя. Вот у вас так. Хорошо, давайте сделаем корректировочку, сейчас посмотрим. Но вот будьте осторожны с человеком на неделе, будьте аккуратны, не доверяйтесь полностью каким-то людям, потому что здесь идёт позиция, что либо кто-то может подставить, кто-то может обмануть, что как раз изменится у вас, и не самым лучшим образом. Будьте на чеку, будьте осторожны, будьте аккуратны. И сами никуда не лезьте. То есть если даже вы чувствуете в себе силы, если вы хотите поменять, действуйте осторожно и аккуратно, чтобы не навлечь неприятностей на себя. Это у вас так. Так, хорошо, это были девы. Теперь мы смотрим весы. Весы. Что-то как-то вы задумаетесь, а правильно ли я делаю. У вас немножко такая на неделе нестабильная, с одной стороны, но с другой стороны, вы сами-то особо спешите не будете. Но с другой стороны, вы сами-то спешите особо и не будете. Вы будете как-то больше сосредоточены на том, что тише едешь, дальше будешь. То есть даже если вы будете чувствовать, что не всё удачно получается, что не всё гладко идёт, зачем торопиться? Я лучше посижу, подумаю ещё, поразмышляю. И вот как раз вам на неделе не стоит торопиться. Даже если вы будете уверены в себе, лучше посидеть, подумать. Лучше переждать какие-то, скажем так, волнительные моменты, какие-то, может быть, неприятные моменты. Вы очень тонко, хорошо будете чувствовать подвох на неделе со стороны некоторых людей. И вам нужно лучше отойти в сторонку, если вы не хотите, чтобы были неприятности. Вы будете очень чувствовать те события на неделе, которые у вас будут происходить. И вы, в принципе, удачно для себя, спокойно решите. Даже если, на первый взгляд, вам будет казаться, что не всё гладко идёт, как вы, может быть, для себя хотели, как, может быть, для себя рассчитывали. И вы поймёте, что нужно немножечко, где-то в каких-то моментах подождать, где-то лучше, может быть, уступить в чём-то, чтобы уже потом решительно заниматься своими вопросами. Старайтесь на неделе не спешить. И если вы хотите что-то изменить, хотите завершить какие-то свои дела, действуйте очень аккуратно и осторожно. Так, давайте вам сделаем корректировочку. Сейчас посмотрим. Ну вот смотрите. У вас идёт позиция, что лучше пока не впускать в свою жизнь что-то новое на неделе. Завершите те старые проблемы, старые вопросы, которые вас тревожат, вас тянут. У вас на неделе будут возможности. И вам лучше надо решить именно старые проблемы, которые осели на вас, которые не дают покоя вам, о которых вы постоянно думаете. И вот решите лучше эти вопросы, чтобы потом уже что-то предпринимать новое. Ну, это у вас так. Так, теперь мы смотрим скорпионы. У скорпионов тоже что-то у всех. Неделя немножко такая, все как-то подустали, все как-то разочарованы. И у вас скорпионы тоже что-то неделя немножко не очень, какая-то такая у вас идёт позиция. Что-то вы разочарованы. Возможно, в каких-то процессах, в каких-то делах. Что-то либо вы подустали, либо вы идёте в отпуск, но как-то не рады этому, что денег не будет. Либо вы уже не видите смысла в каких-то вопросах. Вам в первую очередь, понимаете, не просто там даётся время. Вот такое. То есть вам нужно просто принять это время. и это время не сидеть, страдать, а повернуть в свою сторону. То есть поменять позиции относительно того, чтобы вы полноценно могли изменить, может быть, свою точку зрения. В спокойном состоянии пересмотреть все свои дела, все свои проблемы и в спокойном состоянии их решить. Вы уже многое что сделали, и вы это чувствуете, вы это понимаете. Но вы понимаете, что что-то ещё нужно сделать, но, может быть, вы пока не видите какого-то направления, пока не видите каких-то результатов, не видите именно того, что действительно что-то душе хочется, а никак не могу понять, как начать делать. Понимаете? И вот как раз вам даётся время, что вы спокойно можете проанализировать свою жизнь, свои проблемы, людей, с которыми вы общаетесь, чтобы уже можно было полноценно решать свои вопросы. То есть немножко поменять, может быть, потом своё поведение, либо свои разговоры, свои какие-то позиции для того, чтобы можно было изменить. У вас это получится. Потому что когда, знаете, элементарно вам достаточно посидеть немножко, просто выберите для себя пять минут в спокойном состоянии, и вы увидите просвет, понимаете, вот на неделе, вы увидите, что не всё так плохо, что действительно ситуация меняется, и меняется в лучшую сторону. Так, ладно, давайте вам тоже корректировочку сделаем. Сейчас посмотрим. Ну, посмотрите, у вас будут шансы всё исправить. Даже если вы чувствуете, что где-то, может быть, вы совершили ошибку, что где-то, может быть, поступили неправильно, у вас будут шансы всё исправить, всё изменить. И у вас получится. Вам нужно только просто вот посмотреть по сторонам, уловить вот эти счастливые моменты и перевернуть их в свою пользу. Так, хорошо. Теперь мы смотрим стрельцы. Стрельцы. Немножко идёт такая неделя. Вот у вас, знаете, как вот вам будет казаться, что весь мир против вас, что все от вас отвернулись, что все вам желают зла, и вы с этим справиться не можете. На самом-то деле вы можете с этим справиться. В первую очередь старайтесь, знаете, как отпустить вот те неприятные разговоры, которые будут на неделе, вот те позиции. Понимаете, то есть вы не будете в проигрыше, если вам вот, ну, на первый взгляд, вам может быть казаться, что вы как бы остаетесь в проигрыше. Но на самом деле это не так, потому что здесь те люди, которые от вас отвернулись, либо которые отвернутся, либо ситуация, которая будет складываться не в вашу сторону, вы потом поймёте, что значит, так и должно было быть, что значит, у вас ситуация будет меняться в лучшую сторону. Значит, вы поймёте, что если бы вот шло, как вы, предположим, предполагали, неизвестно, что бы было бы дальше. Неизвестно, как бы потом люди себя повели, поступили. Понимаете, то есть у вас вот хорошо, что какие-то моменты раскрываются на начальном этапе, что вы ещё ситуацию можете изменить в своей жизни, можете её исправить, даже если какие-то свои ошибки будут на неделе, но вы увидите, что не всё потеряно, что ещё можно исправить. А те люди, которые вас будут обсуждать, которые будут пытаться пытаться вас настроить, либо других людей настроить против вас, вам на это не стоит обращать внимание. Вам нужно просто заниматься своими делами и не смотреть, кто что говорит за вашей спиной. Эти разговоры, они все пройдут, но они не должны влиять на ваши действия, на ваши поступки. Вам нужно просто сосредоточиться на своих целях и просто к ним идти. Так, ну давайте вам корректировочку сделаем. Сейчас посмотрим. Вот здесь, понимаете, вот какая идёт позиция. У вас всегда, вот на неделе, у вас вот, за что бы вы не взялись, что бы вы не делали, и если даже люди, которые вас подведут, на которых вы рассчитываете, вот у вас идёт позиция, что вы всё равно для себя выберете правильное направление. Какое бы вы не выбрали, что бы вы не приняли, какое бы вы решение не приняли, но вы для себя выберете правильное направление. То есть вы сделаете правильный выбор. Даже если придётся делать спешки, придётся что-то резко менять, но вы чётко будете знать, что вы это сделали, изменили, и вас это порадует. Так, хорошо, теперь мы смотрим козерог. У козерогов активная неделя, очень достаточно положительная. Во-первых, у вас на неделе идёт позитив, хорошее настроение, разговоры, которые могут повлиять на вашу жизнь, на вашу ситуацию. Плюс ко всему, у вас идёт очень быстрое развитие событий. То есть даже если вы для себя предполагали, скажем так, медленного развития каких-то этапов, то вот здесь будет намного всё быстрее. А вам на неделе нужно только вот просто подстраиваться под обстоятельства, под события. Потому что вы в принципе успеете всё абсолютно на неделе. Но у вас идёт такая позиция, что вы вот, видите, как вот настолько всё стремительно будет у вас происходить, но вы физически это выдержите. То есть вы сможете решить достаточно максимально вопросов, то есть даже которые не запланированы. То есть которые вы на потом оставляли. Вы это всё решите. Плюс для вас на неделе идут какие-то неожиданные повороты событий, на которых вы совсем не ждёте. Это неожиданный приезд людей, неожиданный визит именно людей, неожиданный поворот событий, но, знаете, в лучшую сторону. То есть вы не будете в этом разочарованы, вы не будете видеть каких-то неприятностей. Все события, которые у вас будут происходить, они будут поворачиваться в вашу сторону. То есть вы будете понимать, что всё происходит не просто так, а меняет события и вам приносит это радость. Плюс, наконец, вы уже завершаете полноценно этапы своих каких-то действий, каких-то своих позиций. И вы будете понимать, что вот, наконец, наступил период, когда я могу завершить и очень удачно какие-то вопросы для себя. То есть какие-то вопросы даже и закрыть на неделе. И вам это принесёт радость. Так, ну давайте вам корректировочку сделаем. Сейчас посмотрим. Ну а посмотрите, вы ещё будете радоваться. У кого-то однозначно приезд идёт, людей, которых совсем не ждёте однозначно. Встреча именно с людьми идёт, разговоры идут, приятные разговоры, приятные события. И как раз вот события могут быть связаны с человеком, который появится в вашей жизни на неделе. Поэтому здесь приготовьтесь к этому, будьте готовы и вы увидите радости своей жизни. Вот у вас идёт так. Так, хорошо, теперь мы смотрим Водолей. Водолей вообще замечательной недели, просто. Вы, наконец, на коне. Вы, наконец, почувствуете вот тот прилив энергии, позитив, настрой. Вы будете стремительно менять события в лучшую сторону. Вы долго ждали этого момента. Вы долго надеялись на то, что когда же изменится у меня ситуация. И вот она начинает меняться. То есть вы уже на неделе будете первые какие-то свои результаты получать. Вас это будет радовать. Вам это будет давать определённый стимул, настрой, уверенность в себе. Кто-то получит долгожданные деньги. Кто-то получит какой-то подарок. У кого-то будут встречи с родственниками, знакомыми. Кто-то в гости может поехать. У кого-то будет праздник. И вас это будет радовать. То есть у вас идёт такой момент, что вы просто на неделе будете получать, как говорится, все радости жизни. Потому что, скорее всего, вы долго к этому шли. Долго был период, может быть, застоя. А сейчас вы просто уже будете процветать и радоваться. Так, ну давайте вам тоже карактировочку сделаем. Ну вот смотрите. У вас просто замечательная неделя. Все подарки судьбы идут вам на неделю. Вот просто. И кто-то деньги будет получать, и помощь, и поддержку, и кто-то внимание будет получать. И у кого-то будут дополнительно вопросы решаться в лучшую сторону. То есть если вы чувствуете, что вы можете способны что-то изменить, действуйте, не бойтесь. Потому что здесь вы целенаправленно будете менять свои вопросы, целенаправленно менять свои действия на улучшение. И очень быстро вы в дальнейшем будете видеть улучшение своей жизни. Поэтому действуйте, не бойтесь. Так, хорошо. И последний знак, который мы с вами смотрим, это рыбки. А рыбки больше будут сосредоточены на насущных вопросах. Как-то менять на будущее вы не захотите. Даже если будут возможности. Вы особо спешить никуда не будете. Для вас будет именно вот все то привычное, что есть. То есть особо что-либо менять, либо пытаться что-то изменить. Но вы не будете этого делать. Вот для вас, понимаете, у вас сейчас наоборот такой период, когда вы можете позволить себе немножко расслабиться, не волноваться там от каких-то насущных проблемах. А вы просто вот будете наслаждаться и радоваться вот теми событиями, моментами, которые у вас будут происходить на неделе. Вы будете понимать, что в принципе все идет размеренно, спокойно. От этого будете получать радость и удовольствие. Что вы не будете куда-то спешить. Что не нужно куда-то торопиться. Что в принципе у вас и так все достаточно неплохо в жизни. Зачем что-либо менять, что неизвестно эти изменения, что они принесут, в какую сторону повернут. Понимаете? То есть вы больше будете наслаждаться, как говорится, приятными днями своей жизни. Хорошо, давайте тоже корректировочку сделаем. Ну отпустите все. Вы в принципе спокойны, расслаблены. Никаких целей, никаких планов абсолютно. У вас вот полное просто вот такое вот освобождение от всех проблем, от всех неприятностей, от каких-то обязательств. Вы просто сами себе, даже если вам не будут давать, вы сами себе возьмете выходные, устроите такой праздник души. Но он вам даст вот совершенно какой-то, знаете, вот новый стимул, новый настрой. Даст вам совершенно вот то вдохновение, вот бодрость духа, чтобы вы совершенно иначе будете пересматривать какие-то свои позиции. И вас это будет вдохновлять. Ну вот у вас так. Это вот были рыбки. Вот такой вот у нас с вами получился расклад на неделю. Я вам всем желаю, чтобы неделя у вас прошла очень радостно и гармонично. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока.